Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава второй книги Паралипомана «Лехроник» Для библейского портала «Экзегет» я читаю перевод российского библейского общества И к этой главе наш повествователь-хронист Подходит вот с каким-то очень непростым настроением Потому что все пошло прям совсем криво В предыдущей главе, особенно 22-я, дворцовые перевороты Страна попадает в руки Гафолии, языческой, по сути дела, царицы-матери предыдущего царя Ахазии Которая истребляет всех его наследников, кроме одного, своих же собственных внуков И что с такой делать? То есть выходить к ней пророком и обличать ее, ну, бессмысленно Устраивать очередной дворцовый переворот Но придет кто-нибудь такой же Что делать? Вот какой хороший выход Я напомню, что есть один наследник Ахазии Это Иоас, маленький царевич Ребенок еще И его прячет жена священника Ехояды Судя по всему, первого священника И его тетка От Гафолии, который хочет его убить А ведь это же тоже такая элита, но элита храмовая Да, вот наш повествователь, он из храмовых кругов И это не простые люди Это те, у кого в руках и силы, и авторитеты, и многие другие вещи А на седьмой день, год, Ехояда решился Наш первосвященник, который всем этим, в общем-то, управляет Он договорился с сотниками Военный переворот Сотники То есть, как там в Португалии Революцию гвоздик совершили капитаны Так это официально называлось движение капитанов Это сотники Они обошли иудею и созвали из всех иудейских городов Левитов и глав израильских родов Но они чисто военные То есть, они собирают левитов, священство И глав израильских родов, традиционные родовые Традиционных предводителей родов Все они собрались в Иерусалиме И там в храме Божьем присягнули царю Тоже такой вечный сюжет дворцового переворота Присягает новому царю Уже верность значительной части войска и народа В лице его командиров и предпредстоятелей Она перешла к новому царю, который еще ребенок И Хаяда сказал им Царствовать должен царский сын Ведь так обещал Господь о роде Давида Вот что должны вы сделать Гафоля, царица, она не из рода Давида Она из Северного царства Она мать царя, но не потомок царя Вот что должны вы сделать Пусть треть из вас, кто заступает в эту субботу на службу Священники и левиты Служат стражами ворот Треть несут службу у царского дворца И треть у ворот основания Ну какие-то ворота, непонятно какие В четвертой книге царства они названы по-другому Ворота Сур В общем, диспозиция Какой полк куда идет и занимает там оборону Контролирует территорию Дворцовый переворот типичный Весь народ в это время будет во дворе Господнего храма Ну понятно, что не весь, но скажем, будет очень много народа В том числе его знать Пусть никто не входит в Господний храм Кроме священников и левитов, прислуживающих им Они могут входить, ведь они святы Пусть весь народ совершает, что повелел Господь Что очень важно, этот переворот Не противоречит закону Божьему Он, наоборот, заключается в возврате к нему Да, вот языческие все эти культы Они основаны на смешении всего Да, здесь возвращаются те разграничения Которые заложены в Моисеевом законе Пусть левитов встанут вокруг царя с оружием в руках Всякий, кто направится к храму, будет убит Повсюду следуйте за царем Смысл этих повелений мы понимаем уже хуже Левиты будут охранять царя И убивать всякого, кто направится к храму Потому что, вообще-то, внутрь храма Никто, кроме священнослужителей, входить не может Царь стоит ли на пороге этого храма Они его охраняют Или еще что-то происходит Или они тем самым хотят пресечь языческие культы Которые, возможно, уже и в храмовых дворах практикуются Мы не понимаем Но смысл такой Давайте восстановим вот это вот распределение Установленное еще Давидом Давайте в храме служить только Богу Кто это нарушает, будет убит А царь у нас теперь потомок Давида А не эта тетка, которая непонятно, что на себя взяла Левиты и все иудеи исполнили все Что приказал им священник Ехоеда Все они собрались вместе со своими людьми И те, кто в ту субботу заступал на службу И те, кто не заступал А в субботу у них, видимо, пересменок Когда они неделю несут службу Поэтому в субботу встречаются две смены Сменяющиеся и заступающие И ровно вдвое людей Вдвое больше, чем в любой другой день присутствуют Поэтому удобно делать это именно в субботу Чтобы была масса людей, стражников и левитов И те, кто не заступал Священник Ехоеда не позволял уйти ни одному из отрядов Священник Ехоеда выдал сотникам копья, щиты и колчаны царя Давида Хранившиеся в Божьем храме Ну, во-первых, это такой резерв вооружения А потом это очень символично Войско Давида, вооруженное Давидом Уже прошло много лет со дня смерти Давида Он расставил вооруженных людей от южного крыла храма до северного А также у жертвенника и перед храмом Чтобы охранять царя со всех сторон Царь где-то на храмовой территории Да, мы не знаем точно где Он еще ребенок Потом вывели царевича, возложили на него корону Вручили ему знаки царского достоинства И вас опровозгласили царем Что думал ребенок? Его до этого прятали, 6 лет, он совсем малыш, да? А тут вдруг его сделали царем Он даже, наверное, не понимает ничего Ихоеда и его сыновья помазали его на царство И все стали кричать, да здравствует царь Услышав шум народа, бегущего и прославляющего царя Гафолия вышла к собравшимся к храму Господа А все уже поздно И видит, что на помосте у входа стоит царь Рядом с царем стоят военачальники, трубачи с трубами А народ ликует и трубит в трубы А возглавляют словословия певцы с музыкальными инструментами И тогда, разодрав одежду, закричала Гафолия Измена, измена Нет бы порадоваться, что ее внук вообще-то стал царем Да, а не просто какой-то мальчик Но власть она всю хотела себе И в этой ситуации Смотрите, дворцовый переворот обычно начинается с того Что предыдущие управители убивают или бросают в тюрьму Да, чтобы он не мешал А здесь совсем не так Собственно, она имеет возможность принять совершившееся Да, на престол взошел законный царь Единственный оставшийся сын предыдущего, да? Она может принять это и, судя по всему, ее никто не собирается трогать пальцем Но она называет это изменой, да? Она открыто провозглашает свое противостояние Священник Ихоэда приказал сотникам, которые командовали отрядами Выведите ее за пределы храма Кто будет на ее стороне, убивайте Он сказал так Не убивайте ее в храме Господнем Да, то есть тоже важный момент Переворот переворотом Без крови он в данном случае не обошелся Как правило, не обходится Но только не в храме Вот все-таки какое-то очень четкое разделение Священного храмового пространства Этих политических интриг То есть, смотрите, и дворцовый переворот Может быть, скажем так, наилучшим возможным выходом Из сложившейся ситуации Хотя, вроде как, это мятеж, да? Но мятеж, который, наоборот, в пользу законного правителя И мятеж, который не с убийства начинается А только когда она провозглашает себя врагом Этого законного правителя Да, она становится мятежницей сама Гафурию схватили Отвели к тому входу во дворец Что у конских ворот Они прекрасно понимали Мы не знаем сегодня этой топографии И явно используются рассказы очевидцев Вот все эти мелкие детали, да? Кто где стоял, что взял Чем вооружился, куда кого отвел Вот явный очевидец рассказывал Но не хранится Хранится, жил позже, наш автор Отвели к тому входу во дворец Что у конских ворот И там убили Обратим внимание, что Ахазия, предыдущий царь Перебил своих братьев Всех, кто мог потенциально ему Представлять опасность А здесь совершенно другой переворот Священник Ехояда Присягнул сам и привел народ К присяге на верность царю Чтобы народ этот был народом Господа То есть не просто сменили правителя Но от язычества вернулись К почитанию единого Бога Потом все отправились к храму Ваала И разрушили его Жертвенники статую разбили А Маттана Ваалова жреца Убили пред жертвенниками То есть одновременно Ликвидируется языческий культ В чем собственно и суть Этой революции Уже революция Уже не просто переворот Потому что меняется общество А не только правящий дом Да и дом не меняется Ехояда поручил храм Господа Священникам и левитам Согласно тому Как Давид распределил обязанности Вот он идеал То есть возвращение все время Давида У ворот храма он поставил Стражей ворот Не пускавших никого Кто по какой-либо причине Был не чист Тоже восстановление порядка Нечистота ритуальная Связана с осквернением Ну и видимо Язычников туда перестали пускать Ехояда в сопровождении Сотников знатных людей Начальников всего народа Вывел царя из храма Господа И через верхние ворота Ввел во дворец Царский имеется ввиду Иоаса возвели на трон Народ ликовал В городе воцарилось спокойствие Гафолия уже была убита Что получится из этого Нового царствования Вот смотрите Священник возвел Мальчика на престол Вероятно будет Как при молодом Миша Романове Его отец патриарх Был фактическим правителем Вероятно тоже будет правителем И будет ли это хорошо Посмотрим Следующая 24 глава